Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители картера иллюминатов. Очень часто говорят про моногамные женщины. Я сталкиваюсь ежедневно в том, что все-таки женщины наши полигамны, хотя каждая говорит и не такая, ждут трамвая. Поэтому мы сегодня будем рассматривать расклад мужчины в моей жизни. И я буду раскладывать на четырех мужчин. Какие мужчины были. Может быть мы проведем аналогию, насколько они, например, одинаковые. Может быть вы наступаете на одни и те же грабли. То есть первые четыре карты нам говорят об одном из мужчин. Раскрыв мы догадаемся, какой из них. Второй мужчина. Открываем три карты. Третий мужчина. И мы будем рассказывать этот расклад и сразу угадывать, какой же это из наших мужчин. Как в детской игре. И получается, вот смотрите, первый мужчина самодостаточный. Все у него хорошо с деньгами. Все отлично, все замечательно. Внутри у него такие споры, разногласия. То есть вы его цепляете своим характером. Вы ему говорите в лицо правду. Его это мужское эго задевает. Он психует, бесится. То есть он думал, он такой классный царь. А он совсем оказался не царь. И он это начинает понимать. Что вы его обзываете и нарциссом, и всеми такими словами. Он начинает замораживаться, отворачиваться, разочаровываться. Не видя выхода из сложившейся ситуации. А вы спокойненько развернулись. Вы победили, скажем так, с лица земли, смели врага и ушли из отношений. То есть вы такая победительница. Хотелось вам прямо вот отыграться на этом мужчине. В связи с чем это связано. Был предыдущий мужчина, который дал вам понять, что вы так почувствовали обиду. Он вас так конкретно обидел. Вы прямо почувствовали себя обиженный, ущербный. Несмотря на какие-то, может быть, свои регалии. При этом он вас безумно любит. Просто безумно любит через край. Но всем своим видом делает, что он вас не видит, не слышит, не понимает. То есть пообщавшись с таким мужчином, вы отыгрались на предыдущем мужчине. Так, следующий мужчина. У которого есть выбор, вы или его настоящая жена. Да. Он мастер блефа. Мастер манипулирования женщинами. Женщины все у его ног. Независимо от его внешности. От его, допустим, там, может быть, не таких больших размеров. Там, ну, в общем, как бы вы понимаете, о чем я говорю. Но так как вы не хотите ничего с этим мужчиной, он, умея манипулировать всеми женщинами, вами манипулировать у него совершенно не получается. Из-за этого мужчина пать, ему ничего не хочется. Хотя, посидев-посидев, он делает все, чтобы восстановить ваши семейные отношения, прошлое. Да, то есть, вот он как раз стоит перед выбором, ищет, скажем так, ваши такие места, вашу хилесовую питу, на которую можно все-таки надавить, чтобы вы как-то, ну, обратили на него внимание, потому что это ему не дает покоя. Следующий мужчина у нас такой сидит, мечтатель, сидит, строит планы, ничего не предпринимает, при этом, при этом не заводит других отношений, потому что он попал с вами в кармические отношения, тащит эту лямку, ему бросить жалко, потому что уже было очень много вложено эмоций, и при этом, как бы, да, не получается бросить. То есть, тяжело ему в этих отношениях, с ним у вас впереди серьезный брак, счастливое будущее, то есть, будут, как бы, общие дети, то есть, все, как бы, замечательно. То есть, получается, из, скажем так, меняя мужчин, вы приобретаете опыт, то есть, вы не унижаетесь, не бегаете за мужчинами, да, не нравится, пошел нафиг с Новым годом, да, то есть, ведете себя, так, скажем так, как доминантное, самодостаточное, может быть, охотник в отношениях, и вы хотите именно такого мужчину, с которым вам будет комфортно. И мужчины, заметьте, везде вас любят, везде пытаются вас вернуть, потому что вот вы не показываете им, там, такую прям, любовь такую, знаете, там, не заглядываете им в глазки, а, может быть, заглядываете только тогда, когда хотите получить подарки, да, а потом разворачиваетесь и говорите, не очень-то и хотелось. То есть, вот так вот, как бы, рассматривая такие расклады, можно разобраться в ваших проблемах с мужчинами или, наоборот, в ваших достоинствах, чтобы себе повысить самооценку. Это называют мужской шоппинг, да, чтобы повысить самооценку, надо завести несколько мужчин, чтобы понять, насколько вы хороши. Вот, кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию.